Речь идет о своевременном состоянии. Речь идет о своевременности выполнения отчасти корригирующих, отчасти с превентивной целью операции, чтобы сохранить опороспособность ног, чтобы не нарушить дальнейшее развитие того паттерна движений, который сформировался у него, в общем-то, правильный паттер движений, насколько это возможно при вот этих вот особенностях неработы сгибателей, неработы ягодичных мышц. Потому что сохранить опорность конечности, уменьшить ортезную нагрузку, уменьшить использование своши или вообще отказаться его, уменьшить громоздкость аппаратного сопровождения у этих детей и предотвратить ранний артроз. Были большие проблемы с кожей в промежности, потому что постоянно подтекает моча. Поэтому там с этим боролись. А так как она была в гипсах, начиная с двух месяцев ноги выправляли типичную косолапость, то, соответственно, то есть это... Ну, в общем, у нас полгода была очень тяжелая ситуация. Вот, плюс гипсование по методу Панцетти тоже там несколько месяцев ребенок гипсал был. Она активно ходит, она очень активная девушка. Я понимаю, вот в конце концов у нас единственное, что тормозит ее в том, чтобы более уверенно ходить, это не опороспособная нога, то есть с года она ход носит свош. То есть, потому что сначала ношением шины кошеля мы дисфлазии убрали, но как только она начала вертикализировать, за счет слабости мышц суставы у нас, тазобедренные суставы ушли в подвывихи опять. Поэтому своша мы держали 4 года, дальше уже, чтобы до вывихов не дошло, уже решили. Время пришло. А в данном случае это тяжелая ортопедическая операция с одной и с другой стороны, которая заключалась во вправлении вывиха бедра, в устранении деформации проксимального отдела бедра, верхнего отдела бедра и формировании вертлужной впадины. Такие операции обширны, такие операции не делаются с двух сторон за один раз. С перерывом они выполняются после восстановления возможностей. Важным аспектом в лечении этих детей, конечно, является ограничение по высоте гипса. Для той же гигиены, для тех же ранних движений в тазобедренном суставе, на сгибание, разгибание, на изменение позы на животе, на боку, на спине. Именно поэтому используется вот такая короткая гипсовая повязка. Используются специальные импланты, пластины, как мы их называем, с так называемой первичной стабильностью. То есть, они обеспечивают возможность мобилизации суставов, пусть в ограниченном объеме, но до наступления костного сращения. Используемые импланты для остеосинтеза при коррегирующих остеотомех должны быть из титана, металл, который не препятствует выполнению, в частности, МРТ или физиопроцедур, связанных с магнитными волнами. При таких заболеваниях крайне важная особенность не препятствовать другим аспектам лечения. Наша задача в период ранней реабилитации – это восстановление функций ребенка. То есть, быстрее его адаптировать, как окружающей среде. Наша задача – научить его поворачиваться в кровати. Мы учим их присаживаться в кровати. То есть, реабилитация у нас начинается, можно сказать, с первых часов после операции. На пятые и седьмые сутки – это ранняя вертикализация. Мы смотрим, конечно, на состояние ребенка. Если он может стоять самостоятельно и нам разрешена полная осевая нагрузка, то мы, конечно, используем тогда вот такие ходунки в первые дни. То есть, это для того, чтобы они более устойчиво стояли и себя подстрахованными считали. Если у нас получается, что нельзя полную осевую нагрузку делать или ребенок самостоятельно не может без поддержки стоять, то мы используем задние опорные вертикализаторы. После выписки у нас разработаны комплексы упражнений, которые направлены на второй этап послеоперационный, то есть, на после снятия гипсов на первые 2-3 недели. Снятие гипсов непосредственно через 8 недель после последней операции, то, что отбыла. То есть, мы планируем поехать в Тюмень к Вольскому Георгию Болеславовичу. То есть, как бы там уже, соответственно, у него изготавливать ортезы. Ночные, ну и дневные, то, в которых вертикализироваться уже непосредственно. Ну и потом в дальнейшем раз в полгода наблюдаться, приезжать сюда в центр, то есть показывать, как идет восстановление, реабилитация, ну и, соответственно, упорный УФК.